Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Сегодня я узнала, что человек, который за мной ухаживает и все близится к началу отношений, то же самое делает и с другой девушкой. Я почему-то предполагала это, но не предпринимала действий. И вот сейчас узнала точно, эмоций нет, мне легко, все это вскрылось сейчас. Хотелось бы узнать, почему парень так делает, ведь не получится отношений сразу с двумя девушками. Стоит ли ставить в известную вторую девушку или тихо-мерно уходить и спасать себя от таких отношений. Или же это нормальная ситуация, ведь никто еще не в отношениях и он не умеет право ухаживать хоть за пятью девушками для своего выбора. А я ставлю все в штыки и необоснованно ухожу. Помогите, пожалуйста, заранее. Спасибо. Ну, во-первых, вы себя обманываете в том, что эмоций нет и вам легко. Если бы эмоций не было, и вам было бы легко, вы бы, в общем-то, сразу поступили бы в этой ситуации так, как вам хочется, и, в общем-то, никаких проблем бы не было. Вот. То, что вы задаете вопрос, вот, уже говорит о том, что вас это как-то волнует. То, что вы, образно говоря, воспринимаете эту ситуацию в штыки, как вы говорите, в общем-то, тоже говорит о том, что, ну, извините, да, вы как-то к этому относитесь. И относитесь вы к этому, ну, мягко говоря, негативно. Вот. То есть, ну, да, да, действительно, может быть, это для кого-то нормально. Действительно, может быть, но не для вас. Не для вас. Для вас это ненормально, как мы могли увидеть, как мы могли выяснить. И самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это признать это. Признать то, что для меня что-то неприемлемо. Признать то, что для меня вот эта история неприемлемо для меня такое, ну, такая, такой, не знаю, подход, если угодно, да, неприемлемо. И, как вы, вот, ну, сами, в принципе, сказали, что я это, ну, подозревала, да, я как-то вот, ну, что-то такое вот думала, но, как бы, не предпринимала никаких действий. Это скорее говорит о том, что вы к себе не прислушиваетесь. Это скорее говорит о том, что вы себя не слушаете в этой ситуации. И, на мой, на мой взгляд, вам здесь нужно, как бы, решать главную свою проблему, то, что вы не доверяете себе, и то, что вы не уважаете свои решения. То, что вы не уважаете свои чувства и свои ценности. Потому что ценности ваши могут быть, как ему угодно, у вас могут быть ценности такие, что неприемлемо делать то, что делает молодой человек. А могло бы быть и наоборот, что для вас вполне приемлемо то, что делает молодой человек. Для вас самой могло бы быть приемлемо так поступать. То есть иметь, ну, как бы, иметь попытки, как бы, сближения, да, с несколькими молодыми людьми. Ничего здесь такого нет. Но мы имеем то, что имеем. К этому можно в целом по-разному относиться. Но мы имеем то, что имеем. Мы имеем ту ситуацию, которую имеем. Вы человек одних ценностей. Мужчина человек других ценностей. Все. Это так. Это факт. С этим ничего не пойдет. Точка. Вот. Поэтому, поэтому, как мне кажется, до тех пор, пока вы будете игнорировать себя, до тех пор, пока вы будете игнорировать свои, ну, как бы, вот, ну, свои эмоции, свои переживания, да, свои, эмоции, как бы, ну, ценности, скажем так, какими бы они ни были у вас, будет проблема. И то, что вы не знаете, как поступить в этой ситуации, то есть вы спрашиваете, что мне делать, мне тихо-мирно уйти или сказать девушке, как бы о том, что вот он, ну, парень, как бы, с нами обеими выстраивать отношения, тоже говорит о внутреннем противоречии. Это внутреннее противоречие связано с тем, что вам как-то сложно поступить в соответствии со своими ценностями. И ничего такого в том, чтобы поступить как-то со своими ценностями нет. Ничего такого, чтобы поступить так, как вам хочется, как вам важно, нет. Это абсолютно нормально. Но вы, скорее всего, вы просто не привыкли так делать. Вы, скорее всего, попросту не привыкли так поступать. Вы, скорее всего, попросту старай... привыкли стараться, ну, сделать все правильно, как бы. Вы, скорее всего, привыкли просто всегда поступать не так, как хочется вам, не так, как вы считаете верным, нужным, правильным, а так, как надо. И отсюда все ваши трудности. Потому что это «надо» портило жизнь ни одному человеку. Вот ни у одного человека и ни одна, как бы, ну, жизнь, скажем так, испорчена тем, что человек пытается поступать как надо. Безусловно, есть ситуации, когда поступать как надо, действительно надо. Есть такие ситуации, где поступить, ну, по-другому было бы, наверное, неправильно или слишком, может быть, дорого бы это стоило. Вот. Например, мы не бьем людей, когда нам этого, если нам этого хочется. Например, мы не бегаем галышом по улицам, хотя порой нам бывает очень жарко. Например, мы не удовлетворяем свои какие-то желания, в том числе и вполне естественные, в момент, когда нам этого хочется. Вообще-то мы очень много и часто делаем то, что надо. Это абсолютно нормально, это социально опосредованно, социально обусловлено тем, что мы живем в обществе. Но остается и большая сфера того, где мы можем поступать так, как нам хочется. Остается большая часть, как бы, где мы можем поступать так, как мы того хотим. Но по привычке мы этого не делаем. И мне кажется, что вам нужно научиться, мне кажется, что вам нужно научиться, ну, как бы, разграничивать эти самые сферы. Чтобы там, где нужно поступать так, как надо, вы поступали так, как надо. А там, где можно поступать так, как вам хочется, вы поступали бы так, как вам хочется. И, поверьте, ничего такого в этом нет. Так что, ситуация, конечно, она неприятна. Но глобальная проблема заключается именно в этом. Я думаю, что вы вполне себе можете научиться, слышать себя. Совершенно без ущерба, как бы, ну, для вашей социальной жизни. Конечно, вам придется более плотно, скажем так, Старкиваться. Старкиваться... Старкиваться... С ценой. Да? Старкиваться с ценой. Стоять здесь. Но, если вы научитесь и привыкнете это делать, то для вас это станет совершенно обычно. И никаких трудностей не вызовет. Вы говорите об одной ситуации. Комментарий, который я уже дал. В принципе. Вы говорите, ну, об одной только лишь ситуации. А я говорю о подходах к ситуации. К ситуациям. То есть я говорю в целом о подходах к выборам, к решениям, к действиям и так далее. То есть я говорю о более, можно сказать, глобальных вещах. И согласитесь со мной, я, ну, по крайней мере, надеюсь на то, что вы со мной здесь согласитесь. Что, когда и если, ну, вы будете подходить к всем своим жизненным ситуациям вот так. То есть, когда вы, ну, поменяете, поменяете немножечко свой подход, вам будет легче жить, вам будет приятнее жить. И, кто знает, может быть, вы научитесь, как бы, более грамотно выбирать себе партнеров, так, чтобы вот таких ситуаций, которые вы описываете, ситуаций неприятных, чтобы их не было. Конечно, это дело не, не быстрое дело. Конечно, это не вопрос сиюминутных изменений. Необходимо понимать, что вы привыкли определенным образом жить. Необходимо понимать, что вы привыкли жить так, как вы, ну, живете. И сразу, резко, вы, конечно же, не изменитесь. Ну, здесь важно, как мне кажется, в первую очередь увидеть, что никто от вас каких-то быстрых изменений в общем и целом не ждет. Ну, то есть, ну, никто от вас не ждет того, что вы прям вот возьмете и сразу изменитесь. Вот. Но, напротив, это хорошо будет, если вы будете меняться потихонечку, постепенно, так, как вам, например, удобно, так, как вам, например, комфортно, да, то есть, как бы, ну, вот, в удобном, привычном для, скажем так, себя, темпе. И тогда все будет получаться. Сейчас пока, ну, понятно, что вот вы имеете, как бы, вот то, что вы имеете. Сейчас понятно, что вы сталкиваетесь с тем, с тем, с чем сталкиваетесь. Вот. Я хочу обратить ваше внимание именно на то, вот, что, как бы, это решается. Вот. Я хочу, вот, обратить ваше внимание именно на это. Как бы, вопрос здесь, конечно, заключается в том, хотите ли вы реально это решать. Да, потому что, ну, вот, ну, на данный момент ваш вопрос задан максимально поверхностно. Вот. И потому я, как бы, не знаю здесь, хотите вы это решать или нет. Но с точки зрения психологии, с точки зрения именно, именно психологии, ситуация выглядит вот так. И чем быстрее вы это поймете, чем быстрее вы как-то увидите корень проблемы, тем проще вам будет ее решить. Вот. Потому как сейчас вы вот, ну, на мой взгляд, не столько решаете проблему, да, сколько вот смотрите на ее последствия. Стараясь как-то вот, ну, перебороть, скажем так, определенный конфликт. Для вас этот конфликт лежит на поверхности. Вот. Для вас эта ситуация сама по себе такая. Ну, а я говорю о том, что в этой ситуации вы бы никогда не оказались просто так. То есть вы бы в этой ситуации не оказались, если бы не было этой проблемы. Вот. А раз эта проблема есть, вот, то, соответственно, решать ее нужно именно вот, ну, как мне кажется, максимально превентивно, да. Вот. Не тратя, условно говоря, там, вот, свои ресурсы, да, на... Что бы, ну, на что-то вот такое, ну, как бы постороннее, на что-то такое, что отвлекает. А сейчас, ну, как бы, к сожалению, этим вы занимаетесь. И этого допустить я, как психолог не могу. Поэтому даже если вы не собираетесь заниматься психотерапией, да, даже если вы не собираетесь, вот, работать, ну, как бы над собой, да, на постоянной какой-то основе, например, или на регулярной хотя бы, то, то, а, хотя бы вы будете знать, как обстоят дела. Хотя бы вы будете знать, что из чего вытекает. Вот. И, возможно, не будете чересчур много придавать значение тому, о чем вы говорите. Все решает ваши ценности, все решает ваши приоритеты. В этом смысле абсолютно все варианты, в том числе варианты, которые вы перечислили, а, поверьте, варианты могут быть и, ну, и еще какие-нибудь, являются одинаково правильными и неправильными. Потому что у любых вариантов есть, как бы, своя цена. И решает здесь вопрос только именно, я бы сказал, непосредственно ваши ценности. Решает вопрос непосредственно только ваши приоритеты. И ничего больше. Вот не может ничего больше решить, как бы, ну, решить вопрос. Понимаете? Какая штука. Вот. Как бы нам, может быть, не хотелось, чтобы было иначе. Но, имеем в этом смысле абсолютно то, что имеем. В какой-то степени, в какой-то степени, это и есть, ну, такой, знаете, взрослый мир. И, как мне кажется, если вы, ну, например, хотите повзрослеть, если вы, там, допустим, ну, как-то вот считаете, вот, что вам пора уже повзрослеть. То это очень хороший момент для того, чтобы начать этим заниматься. Вот. С психологом делать это всяко лучше, чем одной. Потому что одной у вас больше шансов совершить, ну, ошибку какую-то. Одно у вас больше шансов, ну, грубо говоря, наломать каких-то дров. Разочароваться, ну, в, допустим, ну, в себе, например. Вот. Или, там, в каких-то целях. И ничего в итоге не получится. Мне бы этого не хотелось, поэтому я сейчас, в общем-то, трачу столько времени, чтобы донести до вас, вот, все эти мысли. Вот. Я трачу столько времени сейчас, чтобы вы именно услышали меня. Чтобы вы именно постарались, ну, как-то вот понять то, что я говорю. И, соответственно, уже, эм, сделали какие-то выводы. Вот. Желательно, конечно, чтобы эти выводы были, эээ, ну, в сторону работы над собой. Чтобы вы, вот, ну, поисследовали, да, ээээ, себя, поисследовали бы, ээээ, вот, свою, ну, как, какую-то реальность, в которой, вот, вы находитесь. И, ээээ, в общем и целом, чтобы решили, после этого, как вам адекватно и, ээээ, правильно поступать. Но, адекватно и правильно, только, только для себя. Ну, вот. Понимаете? В том штук. Ээээ, еще один важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, что мне, конечно, могло показаться, но вы, как будто бы, придаёте довольно много значения именно отношениям. То есть, вы, подраз... ээээ, вы, как будто бы, ээээ, подразделяете отношения и ухаживание. Ээээ, сложно придумать более лучший способ для того, чтобы придать отношениям какую-то излишнюю искусственность. Потому что, в реальной жизни, отношения не разделяются на, ээээ, ну, на ухаживание и собственные отношения. Вы уже в этих отношениях находились и были. Вы уже, ээээ, вступили в отношения с человеком. Да, эти отношения, ээээ, могли быть, ну, как бы, ээээ, вот, эээээ, что называется, не совсем такими, да, например. Ээээ, какими вы, ну, грубо говоря, хотели, чтобы они были. То есть, эти отношения отличались от реальности. Например. Да. Такое, вполне, возможно. Это правда. Но, то, что, отношения у вас были. И, никакое ухаживание, не отменяет того факта, что это отношения. Тоже, совершенно верно. Поэтому, хочется, ээээ, вам сказать, здесь, АПУ, что, рационализировать, именно, рационализировать отношения. То есть, иными словами, контролировать то, что регулирует, регулируют, так скажем, чувства. Лучше не надо. Ничего хорошего, ничего хорошего, из этого, как правило, не получилось. Но, опять же, хочется сказать, что, коли вы так делаете, то, вероятно, какая-то необходимость в этом у вас есть. То есть, есть какая-то необходимость в том, чтобы воспринимать отношения вот так. Как бы, ну, рационализируя их. И, крайне важно, чтобы вы увидели и этот момент тоже. А почему я разграничиваю так? А чем мне важно это разграничение? А какое значение для меня имеют, так называемые, состоявшиеся отношения? Понимаете? Вот эти все вопросы, которые вы себе, скорее всего, не задавали, но, которые, а, вообще-то, ну, довольно важны. Вот на это все вам нужно, конечно, ответить. Обо всем об этом вам нужно, конечно же, подумать. Потому что это ваша реальность. Это та реальность, в которой вы живете. И крайне нежелательно, чтобы этой реальности вы избегали. Ну, сейчас вы, конечно, ее избегаете. Сейчас вы пытаетесь, как бы, ну, ее избегать, скажем так. Потому что она неприятная, она нарушает, вероятно, вашу, так скажем, ну, какую-то привычную картину мира, я прекрасно понимаю. Да, и вот, в частности, для того, чтобы у вас не было какого-то такого соблазна как бы уйти, да? Вот, именно для этого я и предлагаю вам заняться собой. Тогда есть, есть в общем и целом такая большая вероятность, что вы не убежите. Сейчас, условно говоря, такая вероятность есть, ну, потому что вы находитесь, ну, в силе, в силе привычки, да? Вот, ну, хорошая новость, как бы, заключается в том, что вы можете этого не делать. Вот, как-то да. Я надеюсь, что определенную пищу для размышления вы получили. Я надеюсь, что вы обязательно подумайте над теми моментами, которые я озвучил. Вот, я надеюсь, что вы сформируете, ну, скажем так, обратную связь, в которой для себя выделите основные постулаты для психотерапии. Это позволит вам качественно начать работу над собой. Вот, ну, а если пожелаете дать некую обратную связь мне, то буду вам благодарен. Удачи вам, всего самого доброго.